все цветет, все благолухает. Сечуля, говнюля. Как неживая, лежит целыми днями. Как только скажу, пошли гулять. Сразу соскакивает. Это мне нравится, конечно. Время уже обеденное, но так как ветерок на улице, я решила перед работой гулять в Сочи, так как стала по утрам спать долго. Получила первую пенсию за три месяца, которые уже прошли. Вот. Почти 3 тысячи долларов. Так что я очень довольна. Все в копилочку пойдет. Насечу я потихонечку. Никогда не поздно начать экономить. Экономить, не экономить, но запас иметь. Подружки мои, одноклассницы. Много здесь сникошенные. Странно. Замечания им не пишут. Обычно проверяют и пишут, что покосили травку. Хоть Сочуля бессовестно. Решила подписать. Но у них тоже собачки пометились. Да, Сочуль? Что хочу сказать. Да, про одноклассницы. Сначала Зоя втянулась. Теперь Любашка, которая пользовалась костылем. Теперь уже костыль отбросила. Нога у нее или бедро болела. И тоже пританцовывает. Это так весело. Мне так это нравится. На работе тоже, как говорится... Видите, какой ветер. Две постоянные у меня танцовщицы. Пробовала я многих. Ну, знаете, с комплексами многие. А эти две у меня просто рвутся в бой. Что-нибудь списать. Подружку готовы танцевать. Да, Сочуля. К грумеру не попала она. Данилка в тот день упахался. До сих пор не назначил новый appointment. Ну, знаете, два дня выходных у него... Он, конечно, изо всех сил старается отдохнуть. Отоспаться тоже. В Сочи, если отвезти, надо снова привезти. Я ему сказала, говорю, давай я повезу. Нет, нет, нет. Там такой сложный поворот. Ты можешь проехать. А потом надо поворачивать. Ну, что, пошли гулять. Нечего тут. Щипать траву. Резуху. Пощипать будешь? Короче, меня не отпустил. Что далеко и трудно ехать. Хотя я была там несколько раз, но как-то в глубине этот домик находится. И трудно проехать. Трудно увидеть, вернее, его. Ну, чего. В эти выходные вот до мелкие визит к окулисту опять. Укол посадят. Кто там? Собачка идет. Пошли скорее, говорю. Пошли, пошли. Бегом, бегом, бегом. Побежали от всех собачек. Убежим. Убежим, убежим. Ну, с глазами он будет уже, как говорится-то, на всю оставшуюся жизнь, пока врач не решит, что уже бесполезно ставить уколы или процедуры делать. Пошли, сказала. Тут тетенька нервная. Нюхать нельзя. Куда уже от этого не деться? Ну, так как ветерная, она запись будет шумная. Много уже не буду записывать. Ну, в моем полку прибыла веселых тетенек потанцевать со мной. Ну, знаете, что бы там ни писали, и не пластично я двигаюсь не так. Дело же не в этом. Дело в том, что дарить самому себе радость. А каким путем это? У кого уже какие способности? Не могут быть все идеальные во всем, но запрещать и отказываться от этого глупо. Я считаю, что осталось этой жизни тем более уж не так много, если это нравится. Дэнил, вот, нормальный американский взгляд. Вот на работе он, я не знаю, я говорю, теперь стань ты уже навязывать мои танцы. Он говорит, они уже привыкли. У них там в проекруме врачи, медсестры. Вот, и он там всегда вместе с ними обедает, ужинает, или как сказать. И на весь экран выводит мои танцы. Обсуждает наряды, обсуждает. Приходит домой, говорит, вот, это платье понравилось, это не очень. Вообще, хвалят, молодец, шустро для своего возраста. Я говорю, ну, наверное, не всем нравится. Чего, говорит, ты там навязываешь? Ну, типа, говорит, нравится, не нравится, но никто не смеет сказать. Под Данилкиным контролем какой-то дядечка идет без собачки. Вот. Незнакомцев лучше сейчас наше время обходить страной. Не знаю, что у них на уме. Куда побежал? От кого убежал? Сейчас мы уже повернем с тобой, Сычуля. Сосед. Сосед пустил девчонку молодую. Вот, квартиранку. Говорит, она религиозная, хорошая такая. Комната, говорит, у меня пустая. Ну, вот так. Молодец, вот, что-то крутится. Машины свои меня, то одну, то другую. Как ему удается? Ну, я так поняла, у него много знакомых, связей таких вот. Сколько он и нам помогал, и я телефоны давал, и у него много знакомых. Поэтому крутится мужик. Видите, даже девочку на постой пустил. А чё, говорит, ты не смотришь мой трак. У него теперь, помните, я показывала легковушку какую-то. А теперь у него трак. Сорт. Как у Дэниела, только другого цвета. А чё, говорит, не смотришь? Ну, чисто там у него, конечно, он чистится. Всё. Это целыми днями, вот, копаться. Что-то там полируют, устраняют, потом продают, покупают другую. На торгах, видимо. Ух, какой сочи ветер. Сейчас придём домой, искупаемся, да? И я поеду на работу. Продолжение следует. А у нас будет любовь.